Друзья, всех приветствую, на связи Дельта ТВ. Меня зовут Алис Кир, те кто не знают. Из прошлого видео многие мне написали по поводу отдыха, уточню. Многие написали очень много вопросов, о которых я не рассказал. Сейчас в этом видео я более подробно все разъясню. По поводу отдыха, опять повторюсь, вы, получается, приезжаете оставляете у нас машину во дворе. Я вас встречаю. Вы можете приехать со своим катером. Можете катер взять у нас. У нас есть катер с мотором. По поводу условий, два спальных места. Вода холодная, горячая, подогревается. Душа нету. Туалет на улице. То есть внутри все тепло. Стол огромный, все, в общем, без условий. Внутри телевизор, там, все, свет, генератор, все есть, в общем. По поводу правил никаких нету. По поводу продуктов все от вас, естественно, вы берете продукты, все, что вы хотите, все, что вы едите, пьете. Вот, это понятное дело. По поводу, если вы берете катер у нас, то бензин, естественно, тоже ваш. Вот, получается, мы вам только предоставляем жилье, вот, и катер с мотором. Давайте немного поговорим о катере с мотором. Мотор у нас четырехтактный, Ямаха, пятнашка. Вот он стоит, сзади. Это наш вот это Ямаха будет. Вот, по поводу катера. Катер сейчас я вам покажу тоже. Катер пластиковый, длиной 4,20. Вот, скоростные характеристики, там, около, не знаю, 50 он идет. То есть, сороковка прямо рядом бежит. Вот такая вот лодочка, по два человека, для двух человек все идеально. Вот, и здесь есть отсеки. Вот, все, там, вон там, в конце. Вот, как-то вот так вот, друзья. Думаю, все понятно объяснил. У нас сейчас вот, можете заметить, ветра сильные дают. Вот, штормовые предупреждения всякие. Вот, и мы приехали домой, дома сидим, покажите. В общем, друзья, вот такие вот дела. Ах, да, еще немного не рассказал о том, то, что вы можете также не только на рыбалку приехать, и на охоту. Вот, мы сами охотники. И по поводу рыбы, там, от нас, как бы, когда вы будете уезжать, без рыбы вы точно не уедете. Вот. Так что, жду всех. Буду всех рад видеть. Пишите. Все ссылки у нас есть в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот. И всем приятного просмотра, друзья. Погнали. Друзья, всем доброе утро. На связи Дельта ТВ. Осенний Бутин началась сегодня. 12 сентября. Вот. Вчера мы выставили, в общем, секрета в порядке где-то 40 штук. Вот. Все не выставляли, потому что сегодня будем смотреть, в какой стране есть рыбы, и будем добавлять остальное количество секретов. Вот. Утро в такой вот, в такой красе, то есть, на улице Штиль. Вон приехали туристы, там, его и Тазана. Нажмых, я так понимаю. Вот уже второго, там, третьего дергают. Встали на другой локации. Вон, барка повыше стоит. Вот одет стоит. Вот секреты загруженные. Уже позавтракали, поели. Сейчас будем выдвигаться. Смотреть, где рыба. Ну, с ночи получается. И туда уже добавлять остальное количество секретов. Все, в общем, друзья, мы начинаем. Это осенние, осенняя Путина. Погнали. Оставай два. Ну, да, подыми, подыми. На ветер ее тянуть. Ну, давай, алистик подыми, вот, поставь. Давай, давай. Поставим. Даже не бьется, не бьется. Ну, или нету, тоже. Ну, что? Вон, судак. Судак, казанчик. Вот так судака наберешь. Тон. Где? Одна, есть, один судак. Два, блядь, давай. На самом один порядок. Все, тонну наберешь. Первую, а? Тонну наберешь, домой поищем. Пока. Хочу. Пару или брендер? Да. Да. Кутирдым лапрадиме? Кутирдым лапрадиме? Кутирдым лапрадиме? Кутирдым лапрадиме? А то, если бак, то поняли и дай кутирме. Бак, кавай. Куйням бак. Акуп, Сергей. Музыка Музыка Па�темель Музыка Скор Армяка больше, ты снишь? Сразу в Уганда Баухоте нету, да? Ты видишь? Мы прибыли на первую сторону, так сказать, от канала левая сторона, восточная называется. По поводу правила постановки, очень много у нас там бирки туда-сюда. Вот можете заметить, что у нас есть расстояние, сейчас все так ставят, страховы большие, никто не хочет платить за все это. То есть вот вы видите, от крыла до крыла расстояние, раньше мы соединяли их между собой, а сейчас мы делаем такое расстояние, все по правилу в общем ставим. Давайте поднимем сейчас одну бочку, на камеру так скажем, и посмотрим, что тут у нас с ночи. Вот вчера мы поставили, сегодня что там попалось, что-то у нас там уже есть. Так, судачок, вот такой у нас судак вот здесь. Судак и он, линь, окунь, карась красноперка. Вот такой судачок, друзья, красавец. Думаю, всем видно. Вот. С ночи, друзья, с ночи. Никакого мусора, ничего нет, что радует пока что. Ставим на место. Это мы и смотрим сейчас, вот эту секретарь надо добавлять. На место. Проверяем, в общем, где как. Сейчас вот на этом месте там еще стоят секреты. Вот и посмотреть, в общем, там, тут, где еще рыба обитает, наверное, в это время года. Да. Так, в второй стороне посмотрим-ка, что тут у нас. Вон, отсюда уже видно, что-то там есть, да? Что-то там плавает, что-то у нас. Тоже судачок, это уже такой маленький, конечно. Он уже умер. Или еще вон там, красноперка. Ну, так, по мелочи. С ночи. Сазан пока не наблюдается. Другая сторона. Так, здесь у нас что-то серьезнее, по-моему. Здесь сазан. Поближе показать, наверное, у нас есть сазан. Ну, такой же, на эти килограмм два-два с половиной, может. Я его вытащу. Сейчас я его вытащу. Так. Так. Сейчас я его вытащу. Палки. 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 Вот, друзья, сазан. Первый сазан, как говорится. Сколько здесь? Килограмм два с половиной? все пойдем назад да это уже наш кстати он мерный законные до закону нашу вов никакого браконьерства я повторю то что рыба с ночи с одной ночью стиропа старичной всем смотрели а мы смотрим что и через 2 2 ночь обычно день 2 смотрим так по поводу бирки он стоит бирку нас с поднимет центральный в общем тоже рыбы есть какая там у нас в общем друзья вот это у нас бирка здесь чисто мелочь все сейчас поедем другой край посмотрим а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все рыбы есть в общем нормально Боковая сторона Субтитры сделал DimaTorzok Здесь тоже щука Щука мелочная Да, вон щука там И мелочи всякие Красноперка Карась Туда Лишь Лишь Туда Лишь Туда Вон там Сомик Нормально Прям Дальше Вон рыбаки Остальные Дальше Субтитры сделал DimaTorzok крыло и забивается. Другой край. Другой край. Судак тоже сон. Ну как судак, это такой 700 граммовый судачок. Вот он висит. Вон там сон он, выдыхается красноперка. Вот так вот закрыта центральная бочка. Центральный рассмотрим, что у нас тут. Так, ну здесь что-то побольше всего. Вот здесь сазан, прям хороший сазан. Ну и лещи там. Давайте лещ поправим, а то он бедный что-то. Вот так вот сюда. Он конечно же гумер. Ну и кстати по поводу бирки. Вот бирк. Так находится. Считаю вот в воде, как бы ничего с ней не будет. Ни какие бутылки, ничего нет. По поводу оттуги. Вот видите, как она. Вон там она забита. Вот эта веревка вот так оттуга. Все вот так поднимается получается. Все очень легко и просто. Как я на земле показывал. Вот на воде то же самое вообще забито. Здесь вот узел. Отвязали. Сюда вот карабин, который я говорил. Вот он карабин. Вот карабинчик. Карабинка вот так получается. В общем, все завязано, потом покажу. Зацепили. Все, начали водиться. Смотреть все. Потом обратно потянулись и все. А вот эта бутылка, она служит как маяк. Ну, приехали так. Поднялись заед. Отпустили. И все получается. Бочка утонула. Никому ничего не мешает. Удобно. Спокойно. А буду как маяк, чтобы кто едет, заметил. И не полезло ничего. И для самих себя. Как, не знаю, как вожок получается. Но все равно у нас мы вот имеем вот такой гармин. Вот. И здесь у нас забиты все точки. То есть, где, что, какая, какой порядок, где стоит. Ну, потому что дороги там всякие. Может, в туман где-то попадем там ночью где-нибудь. Может, попадем куда-нибудь. Вот. Можно найти канал, заходы, повороты, выходы. Вот. И здесь все точки указаны. Удочная, удобная вещь. Так, у нас еще одна. Вот это самый был предпоследний. Вот это последний. И этого порядка. Что у нас здесь? тоже рыба. Что это? Лещи. Казан, лещ. Казан, лещ, короче. Вроде лещ, а не беляк. Вроде нормальный лещ такой. Мерный. Для нас слово нормальный, в общем, это все то, что мирное. Вот. Все то, что мирное. Так, здесь у нас, вот когда вот я наборник отпускаю и цепляю вот этот подбор, который там внизу, я уже чувствую, как дергается рыба. И могу вот этим дергаем понять, что за рыбу, где какая-то мелочь ли это, или крупная рыба дергается. Здесь тоже лещи. Лещи. Ну, это, друзья, не такие лещи, как в Белгороде. У меня есть подписчик. Подписчик, он с Белгорода, в общем. Там лещи, блин, не знаю, три с половиной, типа два, двести, два-двух килограмма. Вот такие здоровые, мясистые лещи. В Астрахани таких лещей уже, не знаю, давно не было. Сейчас многие напишут то, что скажут, типа, вот, отпускай все, вот, и там через лет десять будешь ловить таких. Ну, блин, это работа, зарабатывать надо. Раньше в советское время, конечно, было такое, наверное, я даже не спорю ни с кем. Так, ну, где сазаны. Сазан, сазан, сазан. Вон, где сазан. И вон там жерех у нас. Сейчас покажем жерех. Жерех небольшой. Сразу говорю, это бывает жерех крупный. У нас тут хулиганит. Хулиганит. Сейчас мы вот так поднимем. Вот у нас жерех, друзья. Друзья, хороший жерех. Ну, как, подвык. Сейчас у нас здесь трепещится. Вот такой. Вон, друзья. Жерех. Красивый. Под булочок, под копчение, самое то. Очень нежная рыба, кто не знает. И быстро пропадает. Если она, допустим, в еще башку попадет, то все, она быстро пропадает. А сейчас вы заметили, что она в бочке. Ну, славует, короче. И ничего нету. Она живая. На место. В аквариум. Сазан у нас здесь тоже где-то 2,5-3 килограмма. Здесь есть. Ну, что, так местами нормально. Рыба с ночи, с одной ночи, еще раз повторюсь. Да, это считается нормальным. Бывает, да, приезжаешь, смотришь, поднимаешь, а там вот такие маленькие карасики. И все, там акушата, блин. И добавок еще мусора может быть. А сами заметили, мусора сейчас нет никакого вроде. Ну, и все еще зависит от того, что ветра нет сильного. Вчера был такой обычный, такой же ветер спокойный. Вон, рыбак едет, там все просыпаются, встают потихоньку. Еще одна боковая. Есть сом у нас, 2 сома. Сом судаков, друзья. Судак судаков? Да, он судачок еще. Сом судак. Да? Да, отец говорит, да, надо валять сюда небольшую часть. Рыба есть, все, гадать, надо ставить. Да, говорит, рыба есть, надо ставить. Да, пока возможности. А что, рыбаков много? Глубина, кстати, не такая уж прям, ну, небольшая. Это раскат здесь, постоянно так. Сколько здесь, ну, смотри. Прилив, отлив, там, эх. Там что-то, блин, что-то, что-то прям вообще дернуло, что-то я. Дерну? Вот прям чувствую, как дергают прям сейчас. Что-то там дерзкое такое, бойкое. Есть. Это, 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 амур же. Амур? Амур. Ой, друзья. Амур это. Ковтовой кому? Нет, амур. Амур, друзья. Беламур, друзья. Вот это у нас сказка. Стоп, друг. Это белый амур. Очень редкая рыба в наших краях. Она бывает, но по большей части ее больше в Дагестане. Она прямо идет туда. Дагестан, Казахстан. Очень, ну, тоже нежная рыба, как жерех. Вот жерех тут рядом лежит, небольшой. Протереть можно? Вот. Кого, камеру что ли? Или кого? Ну, ничего страшного. Это рабочие моменты. Думаю, все меня понимают. Все равно все видно. В общем, друзья, вот такой я не буду трогать. Потому что он очень бойкий. Думаю, всем все видно. Вот такой вот красавец. Вот. Белый амур, в общем. Кто ничего не знает. Из него хороший получается балык. Тоже копчение. Он очень жирный. Вот. И очень вкусный. Ну, вот что здесь жерех рядом с ним. Жерех небольшой. Ну, и лещ там. В стороне не лежит. Лещ, кстати, мерный. Так, надо теперь постараться его обратно положительно. Не, а тут подними его, покажи. Не знаю, как он сейчас будет. Не, легкий. Он может поднять. Просто. Хороший. Не, не, не. Не, я больше. Приятный. Не уверен. Он такой прям. такой прям рыба мощная аккуратно положить обратно больше раскроем заход с одного раза так попробую это не дает блин не знаю вот очень все воду лещей желтых тоже желтых думаю 37 есть есть все друзья белая морд хорошо тогда что он все стоит так вот вдоль в длину сейчас будет в страна пустая сейчас в эту сторону будем продолжать центральный центральный это уже тройка что же нас тут еще да есть вещи вещи в основе все друзья сейчас будем ставить куда здесь прямо здесь будем ставить в общем будет продолжать давайте мы я вам опять покажу все заново немножко вам детали объясню вот этот собранный трояк вот лежит перед нами да собранный как его разобрать там и в язвенно нижней часть здесь верхней часть надо разбираться вот развязываем общем аккуратно просто развязываем influential не делаем просто стороны развязываем и развязал вот так развязали теперь смотрим здесь у нас такая штука еще арка называются یہ соединений было деле это верхний часть значит это наше 알려kte что то верхняя сторона потом у здесь есть такой салофан это значит то что мы помечаем его центральной значит центральной бочкой центральная бочка кладется нижней стороной то есть последний поставили мы вот так влево убираем одну бочку вправо другую бочку убрали так и так вот стоит получается такая картина но здесь берцы до нижней стороны мужу мужу определили если у нас завязано крыло нижней части вот отец подает там откол что я будем завязывать откол вот сейчас берем завязываем я уже знаю то что дно такое достаточно твердое вот и беру побольше и сантиметров купить 30 35 завязываю завязываю сделаю 3 узла у таких узлы простые думаю всем понятны вот верхней стороны будет тоже отвязываем и все завязано вот друзья вот никто вот это сколько у нас целого лета прошло и понимаю то что многие не знают вот этого момента придется снова объяснять смотрите вот крыло и вот это есть расстояние то есть я же не просто так завязываю вот на этом расстоянии почему потому что здесь наверно тянута такого-то веревку то есть как как бы ограничитель больше он не даст то есть меньше так завязать не надо там кому я прислал себя как заказывал мне поймите то что вот так вот вот так не надо завязывать нужно завязывать по по этой нитке то есть по этому расстоянию вот смотрите какого натягивать это рукой фиксируете и начинает завязывать то есть прям натяжение и все это самое главное эта штука называется поджилина она регулирует это расстояние то есть сверху донизу или снизу до верху неважно вот этот такой это нюанс такие которые важны ну да здесь помогает то что это стена крова то есть вот это такое же расстояние нас на этой берд чуть чуть больше на 5 сантиметров чтобы выбирала и все то есть вот это расстояние это расстояние на фиксируется потом потому что у нас ничего нет там не балберка не грижов все по берцам берем набойник надеваем и забиваем что забили брали сторону отпускаемся все собрано все это все думаем собирали на земле как отпускаем узнали то что это страна стояла там той стране значит вверх берем берц пока отец атакиваются она расправляет сами видели расправилась все спускаем правую левую сторону левую сторону правую сторону правую сторону выбросили так она зацепилась еще страшно бывает все как оттуда вот что самое интересное бирку он там очень висит висит вот оттуда да вот так она все собрано мы его честь распутываем так и бросаю распутали до до этого части часть берем одеваем сюда это мы ставим сейчас и все и опускаем 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 так вот отец сейчас потихоньку я подтягиваю то что немножко смотрю небольшой интерьер не был совсем небольшой опускаем 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 все пришли к арматуре так одеваем так и смотрим то что вот так сильно на дур не надо натягивать потому что вот она не тягет вузе вон там здесь просто вот немножко натяжение отверстики было все спускаем землю сбиваем побольше вот и подпываем теперь система какая под твоим от к этой бутылке цепляем ее так вот цепляем потягиваем руках уже набойник убираем вот и система здесь вот такая то есть крючок такой и вот это вот крайняя часть бочки да вот так вот получается смотрите надеюсь то что видно вот так продеваем вот эту руку берем и вот так учиться продеваем как мы продеваем наш мы натягиваем чем сильнее тем лучше натянули закручили вот так закручили что зафиксировали она будет не отскальзывать не будет все бантик мы не развязали здесь тоже очень важно ставить завязали обратно же крутится и в потянули обязательно то может развязаться все готово сейчас пустили он утонул при оттуде да важно то что вот крыло которое завязывали она должна быть забиты хорошо может движение очень сильно получается и крыло может подвинуться в общем забивать нужно ну брать большое расстояние забивать хорошенько боковую на тупо тоже боковой вот мы составим просто на чапари на обычный чапари без оттуги но также можно и боковые тоже поставить на оттуги но там где далеко стоит в море там она все полностью на тугах и боковая и центральная так просто немного дольше конечно с оттугами но когда в приоритете там время то что вы будете постоянно смотреть так проще погода непонятно утром холодно днем жарко другая боковая все расправлено продеваем набойник так вот так вот сейчас мы в одном 1 бочку положим все друзья думаю все было понятно показано сейчас мы будем этот ставить 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 и ставить да давайте на удачу пока что еще рыбалки не на и не занялись отпустим его чтобы он был у нас принес удачи короче давай друг пожелай нам подписчикам моим привет вот и давай покажи нам хороший осенний сезон друзья все мы начинаем всем приятного просмотра пока дружок сейчас она заклимается сейчас мы подождем он начинает движение оклемается и пойдет к себе здорово привет себя у него болезнь такая он поворачивается до перепад давление все такое кислорода и дружок а все он уже пошел он все 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 вот-вот весь все поплыл давай пока там не жарко надо раздеться счет ну друзья вот расстояние да то есть мы раньше так ставили вот так вот прям крест-накрест а сейчас мы уберем расстояние такое где-то ориентировочно вот типа по законам все дела по правилам всеми там берем забиваем только что короче подъезжали к туристу одному вот там они ловят короче отдыхают и разговор зашел о правилах рыбоводство все такое и он говорит то что 10 лет там что-то работал где-то юридическое ну подкован в общем и вы то что непонятно один момент в правилах рыборовца написано размерах что нужно размер такой сякой там брать отпускать там а в федеральном законе написано то что никаких размеров нету прорыв там написано весь рыбу вот получается это какие-то разногласия но так что непонятно он будет я не могу понять это россия друзья ничем удивляться вот опять то же самое туго пускаем а опять показывает что натягиваем так вот берем переодеваем обе можно так сидеть и натягивать так вот берете в аборт строить его тяните тяните на откуда нет обязательно открутанули то есть у фиксируйте чтобы берег обратно не съехал все друзья мы давайте будем работать всем приятно просмотру погнали